Друзья, Роснев 2 выиграла, но Антон Кравченко уделил нам немного времени. Антон, получилась хорошая результативная игра с вашей стороны, но показалось, что где-то соперник ближе к концовке начал уже сдаваться. Было ли у вас такое же ощущение? Да, ну, ребята, наверное, можно чуть подальше. Да, парни вроде Глория поначалу бегали, а потом, видно, немного задохнулись. Я не знаю, почему мы не задохнулись. Если честно, я хотел замениться после первых двух минут. Но при этом провел хорошую результативную игру. Что двигало тебя, что мотивировало дальше бегать? Не знаю, хотелось новый год начать как-то так энергично, бодро, с победы. Но еще в том году мы против них играли, еще в старой лиге, и против именно Глории. И Гусев мне тогда что-то много забил. Я сегодня прям был такой настроенный. Прям какая-то обида во мне сидела, что я в тот раз не смог. Кстати, сегодня он тоже много забил. Не показалось ли тебе, что у Глории практически не получалось вообще никаких командных действий, помимо индивидуальных, вот того же Дмитрия Гусева, к примеру? Ну, они сбились, да, на индивидуальные действия, на Габабьяна и Гусева. Вот, Гусев забил уже, так скажем, в самое нужное время, в первую половину, он не забивал. А когда уже мы там повесили 10-15 очков, он там, да, начал брать на себя больше. Вот, но я думаю, что мы уже тогда все под контролем держали. Уже мы можем говорить, что мы близимся потихонечку к плей-офф. Вам надо немного повыше подниматься. Как чувствуете, сможете ли в топ-4 ворваться по итогам регулярки? В топ-4 мы, наверное, уже не успеем, да, но настраиваемся... Ну, нет, еще рано настраиваться, конечно. Поборемся за четверку, да, но более вероятный исход, что мы будем играть с пятого места, конечно, либо с Инанома, либо с нашей первой командой. И там уже будем давать бой. Антон Кравченко, специально для вас. Спасибо за твое время. Отдыхаем и смотрим Лигу UBA.